Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова поработаем с заварным тестом, но на этот раз приготовим вот такие вот аппетитные лепешки. Берем 10 вот таких вот столовых ложек муки, это 350 грамм. Еще нам понадобится 200 миллилитров кипятка, к нему добавляем пол чайной ложки соли, хорошо растворяем ее и вливаем в муку. Слегка перемешали муку с водой и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Пока тесто горячее, вымешиваем ложкой, затем подключаем руки. Муку всю собираем в комочек и дополнительно еще вымешиваем 2-3 минутки на столе. Как видите, тесто абсолютно не липнет к рукам. Вот такой вот комочек. Накрываем его пленкой и полотенцем. Даем отдохнуть 20-30 минут. Посыпаем стол мукой, формируем вот такую вот колбаску и делим тесто на 8 частей. Лепешки я буду делать небольшие. Если вы хотите сделать больше, тогда тесто делите примерно на 6 частей. Формируем вот такой вот комочек и обязательно прячем под пленку, иначе все очень быстро обветрится. Оставляем их отдохнуть примерно на минут 7. Прежде чем будем раскатывать лепешку, сковородку разогреваем на максимальном огне, затем убавляем огонь до среднего. Раскатываем лепешку, при этом хорошо посыпьте стол мукой. Тесто не должно прилипать ни к столу, ни к скалке. Старайтесь придавать лепешке круглую ровную форму. Вот такая вот нужна толщина теста. Здесь примерно 2 мм. Отправляем лепешку на сковородку и смотрим. Примерно через полторы минутки будут появляться вот такие вот крупные пузыри. Лепешку переворачиваем и уже через секунд 40 можно проверить. Точно такие же золотистые пятнышки должны появиться на другой стороне. Снова перевернули и вот смотрите, лепешка самостоятельно надувается и внутри появляется кармашек. Как только она полностью надулась, сразу же ее переворачиваем. Нам нужно прожарить и другую сторону тоже. Как видите, все происходит очень быстро. И чтобы долго не возиться с приготовлением, как только выложили лепешку на сковородку, сразу же беремся раскатывать новый кусочек. На это у нас есть ровно полторы минутки. Пока раскатывайте, не забывайте поглядывать на плиту, чтобы не пропустить крупные пузыри и успеть все перевернуть. И еще, друзья, если одна сторона плохо поджарилась, а лепешка еще не опустилась, ее можно пробить ножом и дожарить нужную сторону. Вот такой вот получается кармашек. Наполнить его можно чем-нибудь вкусненьким. Я часто делаю такие лепешки просто вместо хлеба. Но сейчас лепешку я смажу майонезом, добавлю листья салата, маринованные огурчики свои и запеченное мясо. А вы фантазируйте на свой вкус. Спасибо, что смотрите мой канал. Если все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю успехов на кухне и приятного аппетита! Пока-пока!